Вакцинопрофилактика 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 что предотвратит около 5 миллионов летальных исходов. Об этом, в принципе, тоже сегодня Светлана Михайловна говорила, вопрос был задан, но я хотела бы еще раз обратить ваше внимание, что привитость девочек более 80%, соответственно, приводит к снижению заболеваемости среди мальчиков. Однако, если эта привитость ниже 50%, то мы видим, что вакцинация мальчиков тогда будет целесообразна. То есть то, что сейчас в нашей стране и существует. Это рекомендации ВОЗ, у них есть рекомендации по плановой иммунизации, по плановой иммунизации именно для детей и для плановой иммунизации, если она нарушена. И везде, в принципе, указано, что мы должны прививать детей с 9 лет, начинать с 9 до 14, и тогда это будет вакцинация не двухкратная, не двухкратная, а двухкратная именно. Видите, 9-14 лет. На сегодняшний день в мире существует 3 вакцины против вируса папиллома человека, двухвалентная, четырех и девятивалентная. В нашей стране, к сожалению, зарегистрировано только 2 вакцины, двух- и четырехвалентные, но все вакцины, вы видите, что они содержатся 16-18 тип, то есть самые опасные онкогены во всех вакцинах есть. Еще хотела бы раз напомнить, что вакцина против вируса папиллома человека, она инактивированная, она рекомбинантная. Вызвать заболевание она не может, потому что не содержит живой вирус. К счастью, на сегодняшний день произошли некоторые изменения в инструкции к вакцине четырехвалентной, которая у нас зарегистрирована, и теперь, как и двухвалентная, и четырехвалентная, может, вне зависимости от гендерных различий, можем прививать с 9 до 45 лет, и мужчин, и женщин. То есть это вот в этом году произошли изменения, это очень приятные изменения. Схема для четырехвалентной вакцины, если это пациенты старше уже 14 лет, это трехдозовая вакцинация, 0,26, интервал между первой и третьей прививкой составляет полгода, то есть вторая доза через два месяца, третья доза через шесть месяцев. У нас существует еще ускоренная схема по схеме 0,1,4, то есть интервал между первой и третьей прививкой составляет 4 месяца. Для детей в нашей стране вакцинация составляет двухкратная до 13 лет. К сожалению, детям, которым исполняется уже 14 лет, они прививаются трехкратно. Ну и то, о чем я хотела бы поговорить, это основная часть моего доклада, это эффективность вакцинации. И Сусанна Михайловна уже про Австралию сегодня говорила. Я просто повторю, что с 2007 года в Австралии началась вакцинация. Сначала это была четырехвалентная вакцина. С 2018 года там уже используется девятиевалентная вакцина против вируса попелома человека. И прививают они сегодня уже и мальчиков, и девочек. И благодаря вакцинации произошло снижение распространенности определенных типов в ИПЧ, против которых не было вакцинирования. Это тоже большой плюс. И происходит снижение доли женщин, у которых диагностировались генитальные кандиломы. И это в основном женщин раннего возраста, скажем так, фертильного возраста. Но это тоже большое достижение. Что и касается и мужчин, которые не прививались против вируса попелома человека, также это гетеросексуальные мужчины. У них также отмечается снижение частоты диагностики генитальных кандилом. Благодаря вакцинации. Также в Австралии показала себя эффективность и трехдозовой, и двухдозовой вакцинации против патологии шейки, матки. И если мы будем... Так вот, в Австралии на сегодняшний день вакцинация, высокий охват вакцинации, население более 70%, и благодаря этому снизилась на 75% снизилась цин. То есть это большая эффективность, это большой плюс вакцинации. То же самое происходит и в Дании. Значительно снизился риск развития цин после внедрения массовой вакцинации. Вы можете посмотреть там различные стадии, то есть это все представлено на слайде. Также и в Соединенных Штатах Америки при применении четырехвалентной вакцины снизилось количество предраковых поражений шейки матки. В течение 10 лет после внедрения вакцины в США в календарь прививок снизилось число случаев инфицированности четырьмя типами ВПЧ, которые входят в состав вакцины, на 8-6%. И это тоже хороший эффект для вакцинации. Проводится огромное количество клинических исследований. На этом слайде я привела один из примеров. В США проводилось исследование базы привитых ВПЧ, проведено ретроспективное когортное исследование около 140 тысяч женщин фертильного возраста. И введение вакцинации четырехвалентной вакцины привело к более низкой заболеваемости, прединвазивными заболеваниями по сравнению с непривитыми. Тоже говорит о большой эффективности. Что же касается двухвалентной вакцины. против вируса папиллома человека. Она также показала высокую эффективность, безопасность, приемлемый профиль безопасности. И также показала снижение цин вне зависимости от типа ВПЧ, который входил в вакцину. То есть перекрестная иммунизация происходит и здесь. Это еще одно исследование, которое говорит о эффективности двухвалентной вакцины против вируса папиллома человека. Это четырехлетний анализ результатов рандомизированного двойного слепого исследования, где оценивалось две когорты, которые прививались, ну скажем так, плацебо, контрольная группа гепатита, а вторая группа прививалась против вируса папиллома человека. И мы увидели, что эффективность против ЦИН-3 составила около 100%. Также двухвалентная вакцина показала высокую эффективность против ЦИН-2,3 и аденокарциному инсита, которая была связана с теми штаммами, которые не входили в вакцину. То есть это тоже большая эффективность. Это даже эффективность на этом слайде показана, мы видим две группы, одна группа женщин привитых, количество различных, да, онкологических заболеваний, поражений шейки матки и непривитые. и непривитые. Мы видим, что количество, да, онкологических заболеваний или других поражений, оно, мы видим, достоверно выше. И, например, тот вопрос, который задают очень часто акушеры-гинекологи, гинекологи, нужно ли прививать, да, женщин, которые уже имеют ВПЧ-инфекцию, да, они лечились. Получились, ну, многочисленные исследования международные показали, что вакцинация необходима, и она достоверно снижает риск повторной ВПЧ-патологии. По поводу иммунного ответа после ВПЧ-инфекции, Исона Михайловна уже сегодня об этом говорила, о том, что инфекция не вызывает сильного иммунного ответа, иммунный ответ быстро угасает, и поэтому необходима вакцинация. Иммунный ответ развивается медленно, и, к сожалению, у мужчин наблюдается более слабая реакция на инфекцию. Поэтому, если мы рассматриваем иммуногенность именно самой вакцины, я не буду говорить, что вот этот весь слайд описывать, самое основное, что мы должны понимать, так как вакцина является рекоменантной для того, чтобы иммунный ответ был длительным, для того, чтобы выработались В-клетки памяти, интервал между первой и последней прививкой должен быть не меньше 4 месяцев. Если интервал меньше, то должна быть повторная вакцинация, иначе длительность иммунитета будет небольшой. Сохранение титров защитных антител после вакцинации всеми тремя прививками сохраняется около 80 лет. Это тоже самое говорит об этом. Безопасность. То, что волнует наших пациентов, врачей, можно ли прививать. Это, наверное, одна из самых исследуемых вакцин, потому что постмаркетинговые наблюдения идут до сих пор, и существуют различные комитеты, которые занимаются оценкой безопасности, но у нас все равно сохраняется низкий охват вакцины против ВПЧ в мире. С чем это связано? Во-первых, недоверие медработников, недоверие родителей, беспокойство по поводу безопасности вакцины и возможности вызвать само заболевание, фертильность и так далее. И я хотела бы сейчас как раз об этом поговорить. Но для начала я хотела бы напомнить, что такое поствакцинальное осложнение, что такое неблагоприятное проявление после иммунизации. Любое проявление, возникшее после иммунизации, может быть серьезное и несерьезное. Несерьезные реакции, связанные с вакцинацией, могут быть общие, которые характеризуются подъемом температуры, недомоганием, дискомфортом. То есть это не поствакцинальное осложнение, но это просто проявление, которое мы должны знать. И местные реакции несерьезные в виде боли отека, покраснения вместе с инъекцией менее 8 сантиметров. Так вот, при оценке несерьезных, нежелательных явлений после вакцинации против ВПЧ-инфекции, наиболее частыми явлениями были местные реакции. И общими реакциями были головные боли, головные боли и обмороки и тошнота. Это несерьезное, нежелательное явление. Чаще всего боль возникала не после вакцинации, а именно в момент вакцинации. Она была кратковременная и несильная. После двухвалентной вакцины отмечалось более частое развитие местных реакций. Но я хотела бы еще раз обратить. Это несерьезное, нежелательное явление. То есть небольшая гиперемия, небольшой отек. О серьезных реакциях, то есть отеке гиперемии более 8 сантиметров, я здесь не говорю. Это только местные нормальные реакции. То же касается и общих проявлений нормальных. Они чаще развивались после двухвалентной вакцины. В США после введения массовой иммунизации было отмечено увеличение синкопальных состояний после прививки. Но это расценивалось не как поствакцинальное осложнение, а именно общей реакцией на стресс, то есть на саму инъекцию. И вот посмотрите, пожалуйста, риск анафилоксии после вакцинации ВПЧ составляет 1,7 на миллион доз. А на пенициллин это 1,5 на 10 тысяч. То есть настолько безопаснее введение вакцины, чем введение антибиотика. Ну, это вот последние данные. Я посмотрела, это сайт CDC американский. На сегодняшний день в Америке введено более 120 миллион доз вакцины. И самые частые проявления, все-таки это нежелательное явление в виде покраснения отека, то есть несерьезные. То есть поствакцинальных осложнений не было описано. Скажем так, за границей, в развитом мире все проявления после иммунизации, о них сообщаются в виде спонтанных сообщений. И все, что произошло после вакцинации, если даже пациент сломал ногу после прививки, все это оценивается. Поэтому вот эти все синдромы постеральной ортостатической тахикардии, венозной тромбоэмболии, все было рассматривалось, и связи с прививкой не было выявлено. Основная проблема, о чем боятся и говорят родители, это фертильность ВПЧ-вакцинации. Проведено огромное количество после лицензионных исследований, которые включили огромное количество обзоров, и так далее, и так далее. Не обнаружено причинно-следственной связи между вакцинацией против ВПЧ и бесплодием. Комитет, почему вообще возникла вот такая вот история, был в журнале токсикологии и здоровья, была издана статья, в котором об этом упоминалось. Но при оценке этой статьи, при расчете статистики, было выявлено, что данные были неверные. Статью изъяли, скажем так, тот, кто написал эту статью, был наказан, но, скажем так, вот эта информация осталась, и она до сих пор гуляет в интернете. Хотя огромное количество исследований, более, каждые два года происходит оценка, скажем так, поствакцинальных проявлений, показала, что фертильности ВПЧ-инфекции, они не связаны. То есть нет статистически значимого повышенного риска первичной недостаточности яичников после вакцинации против ВПЧ. Также нет связи между ВПЧ и аутоиммунными заболеваниями, включая синдром Гиена-Боррея, сахарный диапет, рассеянный склероз. Об этом указано в огромном количестве. Я вот предоставила исследование, где около 3 миллионов человек было привито, и не найдено доказательство повышенного риска развития синдрома Гиена-Боррея. Таким образом, риск аутоиммунных заболеваний после вакцинации не возникает. Еще одно явление, комплексный реагиональный болевой синдром. Также он не связан с проведением вакцинации. Но это еще раз я просто объясняла, что такое синдром постуральной ортостатической тахикардии, который существует. Он тоже не связан с вакцинацией. В Норвегии проводилось исследование, оно не выявило повышенного риска развития миологического энцефаломиолита, еще его называют синдром хронической усталости. То есть постоянно идет мониторинг. После вакцинации связи различных состояний с вакцинацией не найдено. И еще раз, как резюмируя, безопасность вакцин против вируса папиллома человека. Если мы будем рассматривать данные США, там введено более 80 миллионов доз ВПЧ. Нежелательных явлений, как несерьезных, после вакцинации всего 93%. То есть это высокий профиль безопасности. Тоже касается 9-ти валентной вакцины и тоже касается 2-х валентной. То есть профиль безопасности вакцин согласуется с данными предварительных лицензионных, то есть третьей стадии исследования. Также я хотела бы поговорить о вакцинации в фертильном возрасте женщин. Когда женщина не знает, что она беременна, возможна вакцинация в этот период. И исследования показали, что женщина, находящаяся вакцинации беременных женщин, она не отражается на самой беременности, не обладает никаким тератогенным эффектом, поэтому безопасно. То есть ВКБЧ-4 не ассоциировано с риском патологии беременности. Каковы же приоритеты исследования на сегодняшний день? Во-первых, нужно оценить иммуногенность у детей младше 9 лет. Можно ли их приевать, как они будут развивать иммунологический ответ. Необходимо оценить эффективность и иммуногенность на более длительный срок, особенно это касается 9-ти летной вакцины, потому что она относительно молодая вакцина, и эффективность длительную мы еще пока не оценили. Нужно посмотреть, какова эффективность вакцинации однократной, насколько она эффективна. Ну и, конечно, должны проводиться исследования в странах с низким доходом среди здоровых молодых женщин и особых групп населения, например, среди ВИЧ-инфицированных или, например, в странах эндемичных по малярии. Позиция ВОЗ на сегодняшний день состоит в том, что вакцины должны быть включены в национальный календарь, обязательно. Клинические испытания в постмаркетинге ВИНОДЗОР, то, что я сегодня рассказывала, это все постмаркетинг ВИНОДЗОР, показали высокий профиль безопасности и эффективности вакцин. И основная целевая группа это дети, подростки в возрасте 9-14 лет. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok